Добрый день, дорогие друзья! Мы прибыли на агрессалон 2024. Будем снимать для вас три интересных спонатом. Вот, и первый у нас находится на заднем плане, это новый комбайн. Добрый день! Добрый, ребят! Канал механизма 62 приехали к вам поснимать интересный контент. Добро пожаловать! Все расскажу, все покажу. За моей спиной семейство новых машин это S520, S530 и S620. Мощность машин, соответственно, 280, 300 и 330 лошадиных сил. Итак, посмотрим, что же новое мы получим в семействе S. Первое, что, конечно же, бросается в глаза, прошу вашего внимания, это наклонная камера. Она у нас безбитерного типа, неприемного, неразгонного, увеличенной длины для улучшения обзора как раз таки, да, адаптеров. Уже в базовой комплектации идет изменение угла атаки, что как раз хорошо скажется на применение различного рода орудий, когда нам нужно изменить угол атаки, то есть это уже можно сделать в базовой комплектации. Сами адаптеры, да, то есть ширина, на которую, в принципе, рассчитана машина, это где-то 9,4 метра. Сейчас я говорю про жадки не только шнековые, но и транспортерные, которые также запланированы к применению. Сама машина, как я и сказал, это однобарабанная, соло. В основе ее лежит молотильный барабан на 800 миллиметров и соломосепаратор. Здесь теперь он шестиклавишный. Что же осталось и что нового, мы здесь можем увидеть. Для работы на различных культурах нам нужно поменять деки. Теперь это сделать гораздо проще. Для того, чтобы поставить кукурузную деку, необходимо поднять наклонную камеру, открутить четыре болта, соответственно, и снять устройство накопления камней, и через него мы заменяем, соответственно, деки. Замена происходит секционно, и время, которое мы тратим, гораздо меньше, чем было ранее. Что осталось из того, что было? Ну, глубокий сброс под барабанник. Да, он остался. Соответственно, мы можем в тяжелых, скажем так, условиях нажать кнопку. У нас опустится дека на 50, простите, миллиметров. Пройдет у нас наша куча, и мы продолжим работать дальше. Следующее, куда попадает у нас уже ворох, это на шести клавишный соломотряс. Да, количество клавиш стало теперь шесть. Получается три на три, ровное количество. Длина увеличилась, соответственно, и площадь сепарации увеличилась до 6-75 метров квадратных. Если у нас, соответственно, увеличилась длина клавиши, то мы смотрим теперь на сепарацию, куда поступает зерно. Здесь тоже увеличилась площадь сепарации, и составляет она теперь 5-75. То есть, довольно-таки внушительная цифра для машины в технологическом тракте 1500 миллиметров. То есть, по сути, в том же тракте, который был на машинах Акро. Если мы говорим теперь про возврат на домолот, да, если вы заметите, здесь нет ни одного элеватора. Все два элеватора находятся у нас с той стороны. Почему? Потому что теперь и возврат на домолот осуществляется как раз непосредственно на барабан молотильный. Это можно посмотреть схематически. Вот здесь у нас представлено, соответственно, внутренний технологический тракт машины, как она работает и как происходят все процессы. На новой серии С и 520 машина, и 530, тем более 620, конечно же, могут быть как раз оснащены половым разбрасывателем. Это нужно хозяйство, которое занимается не только ноутилом, да, но и те, которые стремятся повысить плодородие почвы. Измельчитель-разбрасыватель, кстати, вот схема именно попадания, да, то есть, уже отработавшая солома в него такая, что здесь не будет ни зависания массы, ничего, то есть, она под собственным весом проваливается и попадает на измельчитель. Здесь, соответственно, мы можем ножи либо больше увеличивать степень измельчения, либо меньше, в зависимости от того, что мы используем. Опять-таки, если мы работаем на зерновых, это одна скорость, да, на пропашных, совсем понятно, либо мы вообще не измельчаем, либо мы снижаем скорость для того, чтобы, во-первых, ножи стали целыми и, соответственно, измельчение сохранилось. Здесь механически мы увеличиваем, либо уменьшаем ширину разбрасывания. Почему крышка? Потому что может быть опция, когда мы поставим там актуатор, и он будет, это можно будет делать уже непосредственно из кабины. Вы скажете, для чего такая роскошь, да, а это вот для чего. Если мы работаем в ветреную погоду, да, и мы, чтобы не засыпать край, мы можем перенастраивать его, соответственно, и уже измельченная масса будет ложиться до начала хлебостоя. Соответственно, не будет ее засыпать. Вот для чего оно, в принципе, нужно. Бак в машине, ну вот, который будет стоять, он будет на 600 литров и, соответственно, пластиковый. Вот они, эти два элеватора, о чем я говорил вам. Они все теперь в одном месте. Оба оснащены датчиками, то есть датчик зернового элеватора, датчик колоссового элеватора. По ним мы понимаем, как настраивать машину, да, то есть, соответственно, вот он, колоссовой, мы говорим, что да, на него пошло много либо мало, это зерновой. Здесь мы больше, конечно же, к урожайности, да, имеем в виду. Ну, мы сейчас все пооткрывали, чтобы можно было максимально все смотреть. Вентилятор очистки, да, он больше стал, да, соответственно, у него поток разделен. По ходовой системе машины могут быть как 2ВД, так и 4ВД. Ну, и для того, чтобы, наверное, как бы больше, так скажем, закончить впечатление о машине. Предлагаю посетить кабину. Вот, собственно говоря, новая кабина. Да, что сразу бросается в глаза? Объем, который стал, да, убранство кабины. И дальше, если начнем смотреть, это и рулевая колонка новая. Ну, здесь все практически новое. И даже когда мы заходим, мы видим стекла вогнутой как раз-таки конструкции. Для чего? Это все для того, чтобы по стеклам снизить, соответственно, вибрацию. Вибрация это у нас шум, который создается. То есть это довольно-таки комфортно и очень тихая кабина. Я непосредственно работал. Я могу сказать, что можно разговаривать полушепотом даже. Все прекрасно слышно. И плюс к этому есть противодавление. Противодавление у нас создаются для того, чтобы пыль не проникала внутрь кабины. А так вы, в принципе, можете вблизи рассмотреть, да, непосредственно все управление, монитор. Вот как она есть. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok